Продолжение следует... Но, может быть, в каких-то аудиториях, где-то я об этом уже рассказывал, заранее прошу прощения за подобные пересечения. Значит, замысел мой был такой, рассказать про какие-то задачи, комбинаторные, конечно, по преимуществу, потому что я занимаюсь в основном комбинаторикой, очень люблю ее всячески пропагандировать в разных широких и не очень широких массах. Но не просто так, вот есть задачи красивые, но зачем нужны задачи красивые? Значит, конечно, я хотел рассказывать об этом в привязке к тому, что, в принципе, этими задачами удается до особой степени, до степени того, что я называю выражением катарсис или катарсис, значит, увлекать школьников. Ну, я думаю, что присутствующим здесь людям важно увлекать школьников, поэтому, если мне удастся добиться того, что вы проникнетесь моими задачами, то, вероятно, и ваши школьники тоже вслед за вами проникнутся ими тоже. Вот, ну, может быть, я, конечно, сам на этих школьников где-нибудь да наскочу, а может быть, не наскочу. Это уж как повезет. Вот, ну, кроме того, тут прямо перед лекцией был запрос на то, чтобы я по возможности рассказывал про эти задачи еще в контексте некой общей философии, а зачем они вообще нужны, и насколько это круто, если такие задачи будут решены, если школьники про них заранее узнают, может быть, сделают какую-то исследовательскую работу на эту тему. Но примеров, когда исследовательские работы делались, у меня масса, и, конечно, зачем нужны эти задачи, помимо того, что от них наступает катарсис, но я постараюсь сказать несколько слов и об этом, то есть о прикладном значении, если это кажется принципиальным и важным. Хотя я все-таки считаю, что математика прекрасна сама по себе, и именно поэтому у нее есть приложение, а не наоборот. Для меня это совершенно принципиальный момент, ни в коем случае не мотивироваться тем, что у задачи есть сиюминутное приложение. Задача прекрасна, и тогда у нее точно когда-нибудь появится приложение. Вот это тоже общий философский момент, который для меня крайне важен, несмотря на то, что я же писал с той же Нелли Литва какую-то книжку о приложениях, это все прекрасно, да, но я считаю, что математику нужно любить, потому что она прекрасна сама по себе. Так, я думаю, что я за сегодня успею рассказать две задачи, каждая из которых, ну, прекрасно, собственно говоря. Я вот думаю, с какой лучше начать. Есть такая замечательная наука, теория кодирования. Значит, ее очень многие путают с криптографией, думая, что кодирование и криптография – это одно и то же. На самом деле это не одно и то же, это немножко разные задачи. И вот задача теории кодирования – это задача передать информацию по зашумленному каналу таким образом, чтобы на выходе человек смог ее принять адекватно, то есть смог понять, что же ему было передано, несмотря на какие-то искажения. Значит, темп моего рассказа нужно как-то модерировать обязательно. Потому что если вы чувствуете, что я как-то очень быстро рассказываю, ничего не понятно, то это плохо, и это надо срочно просигнализировать. Но если наоборот я жую какие-то вещи, которые всем очевидны, а я тут такой вот снов стою и жую их зачем-то, вы тоже мне, пожалуйста, об этом сообщайте, хорошо? Потому что чем больше я расскажу, тем веселее будет. Можно я сделаю это так? Когда все хорошо, я буду держать палец вверх. Когда будет что-то неудачное, я буду держать палец вверх. Ну, я тогда хотя бы переспрошу, что неудачно, с вашего позволения. Так, вот сейчас будет сложный момент, потому что надо держать микрофон и одновременно писать на доске. Но я попробую. Так, теория кодирования. Значит, в развлекательном ключе задача теории кодирования ставится следующим образом. Нет, давайте я пока ничего писать даже не буду. Я словами скажу. Есть 30 виноват пьяниц. Ничего? Сможем мотивировать школьников пьяниц? Значит, есть 30 пьяниц. Эти пьяницы, они отпеты абсолютно, они каждый вечер собираются на троих. Наверное, все знают, что такое собраться на троих. Сообразить на троих, да? Вот. Дальше происходит следующее. Они приходят в свой кабак. Там учиняют безобразие, напиваются. Бьют друг другу морду. И после этого, ну все, они уже категорически рассорились. Вместе никогда в кабак не пойдут. Но в кабак-то идти надо. Хочется. Значит, на следующий день собирается снова троица. И снова идет в кабак. И там повторяется та же самая история. Значит, вопрос такой, как долго в идеальном случае может продолжаться это, извините, безобразие? Не повторяется целиком компания или все, уже никакие два? Значит, никакие два, конечно, не могут пойти вместе, потому что они друг другу морду побили, все, уже не судьба. То есть, замысел мой именно в этом, что никакие две тройки вот этих пьяниц не могут пересекаться больше, чем по одному человеку. Они могут пересекаться по одному человеку, но по двум уже никак. Потому что они рассорились и вместе больше друг другу морды бить не пойдут. Они про себя все знают. Друг про друга. Ну вот спрашивается, как долго может продолжаться это безобразие, если каждый вечер они собираются на троих, никакие две тройки по двум элементам не пересекаются, и всего изначально было 30 человек. Я утверждаю, что это классическая задача теории кодирования. Причем, ну извините, кодирование не от пьянства, конечно, а вот именно настоящего кодирования, как задача передачи информации, при котором не происходит фатальных искажений. То есть, мы можем восстановить то, чего было передано на выходе. Значит, объясняю, почему это так. Но давайте я 30 заменю на N. Вот у меня есть, ой, я считал, что это новый фломастер. Ладно, сейчас попробую старый взять. Тут на столе специально был оставлен новый фломастер. А тут вот есть старые, опытные. Так, ну этот такой более жирненький, что ли. Значит, это у нас источник, это у нас приемник. Здесь у нас находится канал связи. Давайте считать, что этот канал связи устроен таким образом, что он искажает только один символ из слова. То есть, мы передаем какое-то сообщение, но оно состоит из слов, естественно. Я думаю, что все присутствующие понимают, что когда по каналу связи передается какое-то слово, то оно передается все-таки не буквами русского алфавита, а, например, ноликами и единичками. Это довольно такая естественная ситуация, да? Не, ну давайте считать, что передача идет побитно. То есть, так, как это делается обычно в компьютерах. Нолики и единички. Но ноль и единица – это, ну как, условно, буква слова. То есть, вот у вас есть какое-то слово «мама», например, а вы ему сопоставляете кодовое слово, то самое, которое будет передаваться по каналу связи. И оно уже будет состоять из нулей единиц. Так, чего-нибудь видно из того, что я пишу? Всем сзади тоже? Ну, надеюсь. Вот, смотрите, вот здесь в кодовом слове может быть какое-то n, например, 30 символов. 30 – это неспроста, и 3 единицы тоже неспроста. То есть, тут должно заранее усматриваться некоторое соответствие с теми тройками пьяниц, о которых я говорил вначале. То есть, если n равно 30, мы сейчас придем в точности к той задаче, которая про пьяниц. Вот. Ну, есть какое-то другое слово, условно там «папа». Ему тоже сопоставляется последовательность, в которой столько же символов, те же самые n, например, те же самые 30. Ну, естественно, тройка единиц уже будет какой-нибудь другой. Например, вот такой. А дальше пошли нули. Так вот, еще раз, мы знаем, что у нас зашумленный канал передачи. Означает это для нас, что при передаче каждого очередного слова искажений может произойти не больше одного. Искажения – это когда нолик превращается в единичку или единичка превращается в нолик. Вот таких искажений на одно кодовое слово не больше одного. Такой хороший канал. Мы заранее знаем, что он не очень хороший, то есть одно искажение произойти может. Но он все-таки хороший, потому что мы верим, что больше одного искажения этот канал не допустит. Вот если мы передаем по этому каналу вот такое кодовое слово, а вслед за ним передаем вот такое кодовое слово, то как вы считаете, вот давайте я у вас спрошу, как вы считаете, товарищ, который принимает полученное слово, он сумеет понять, что ему сообщили, мама или папа? Не сумеет, да? Вообще говоря, не сумеет, потому что вполне может так, не обязательно не сумеет, а вообще говоря не сумеет. То есть вполне может случиться, что при передаче слова «мама» даже всего лишь при одном искажении вот эта вот единичка превратится в ноль. Вот эта единица превратится в ноль. А потом, когда передавался папа, вот эта единица тоже может превратиться в ноль. И в итоге на приемнике вы получите слово ноль, один, ноль, один, все нули, ноль, один, ноль, один, все нули. Вы понимаете, что получится одно и то же слово? И как товарищу, который сидит на приемнике, понять, это был папа или это была мама? Уж лучше бы передавали буквами русского алфавита, да? Потому что при одном искажении в самом худшем случае получилось бы... А, тоже плохо, да? А, здесь тоже мапа и здесь мапа. Тоже нельзя. То есть та же самая ситуация. Если бы передавали буквами русского алфавита, была бы та же самая проблема. То есть даже при одном искажении вот это «м» могло превратиться в «п», и точно так же вот это «п» могло превратиться в «м» – неприятность. Чего надо добиться от наших кодовых слов, вот этих вот с ноликами и единичками, чтобы такая неприятность в принципе произойти не могла? Чтобы они отличались как минимум в двух битах, да? То есть чтобы... В трех, да? Да-да-да, больше, чем в трех, конечно. Ну, то есть, например, нам подойдет вот такое вот кодовое слово. Вот здесь ноль, а вот здесь единица, и дальше нули. Вот такое кодовое слово для папы подойдет, потому что при любых искажениях мамы и любых, вернее, любом одном искажении папы все равно получатся разные слова. Понятно, да? Так, понятно ли, что в каком-то смысле мы приходим ровно к той постановке, которая была про пьяниц? Потому что если мы хотим научиться передавать с помощью нашего кода как можно больше различных слов, так, чтобы товарищ, принимающий на выходе сообщение, мог четко декодировать это сообщение, даже зная про возможные искажения, если мы хотим как можно больше слов передать, то фактически мы должны придумать как можно больше последовательности длины n, у каждой из которых ровно три единицы, и при этом любые две тройки единиц имеют не больше одного общего элемента. Видно, что если они имели два общих элемента, то неприятность, тогда они могут склеиться, и мы не сможем декодировать. А если они имеют ровно один общий элемент или вообще не имеют общих элементов, тогда все хорошо. То есть продолжительность безобразия в течение многих дней, происходящего в этом кабаке, это фактически продолжительность сообщения, длина сообщения, которую мы сможем передать с помощью нашего кода. Я не знаю, я достаточно понятно выразился. Могу повторить что-нибудь, то есть может быть надо какие-то примеры привести. Мне важно, чтобы было понятно. Неужто кокнул? Это обычная ситуация. Задавать вопрос, кто не понял, это безнадежно. Не, ну почему? Вопросы часто задают. Ну что? Не-не-не. Я думаю, что раз все молчат, значит, может все и хорошо. Может действительно понятно. Как в более общем случае поставить эту задачу? Это вот интересный вопрос. Почему мир клином сошелся на этих тройках? Почему надо пьяницам собираться на троих? Да на самом деле не почему. То есть, конечно, мы можем изначально наш код строить не с помощью векторов из нулей единиц, последовательности из нулей единиц, в каждой из которых только три единицы. Мы можем вообще говоря, сколько угодно единиц использовать, правда же? Можем при желании зафиксировать количество единиц и ставить задачу именно таким способом. Вот пусть дано какое-то число k. Давайте я попробую в общем случае поставить задачу. Так, дано n – это будет количество нулей и единиц в каждом кодовом слове. n – это аналог тридцати пьяниц. Количество нулей и единиц в каждом кодовом слове мы обозначим n, и в принципе оно в нашей власти. То есть, в зависимости от задачи, мы можем спокойно подбирать то n, которое для нас сработает, правда же? Вот, давайте вместо тройки, вот этой вот тройки единиц, рассмотрим какой-нибудь k, ну, который, естественно, не больше, чем n. Зафиксируем k, не больше, чем n. k – это будет количество единиц в каждом кодовом слове. А вот теперь будет самое интересное. Надо попробовать исправить не одну ошибку, а несколько. То есть, давайте предположим, что у нас в нашем канале связи не одно искажение, а сколько-то. Ну, сколько искажений, давайте я как-нибудь тоже обозначу. Сколько ошибок, какой буквы обозначить? Не знаю. Ну, любой. m. Значит, m – это максимальное число ошибок, максимальное число ошибок, которые мы допускаем на каждом кодовом слове. то есть, которые мы разрешаем сделать нашему каналу связи, так сказать, которые мы допускаем на каждом кодовом слове. я думаю, что я могу это дело изобразить, вообще говоря, геометрически. Может быть, оно так будет даже понятнее. Я хочу сейчас определить, по какому максимальному количеству общих единиц могут пересекаться мои кодовые слова, если я при этом хочу допустить не больше, чем m ошибок на каждом слове и возможность декодирования информации на выходе. Знаете, я картинку нарисую. Так, я не перегрузил количеством параметров. Букв не слишком много. n, k, m. n – это 30, длина каждого кодового слова. k – это количество единиц, которое у нас раньше было тройкой. А m – это вот то, что раньше было одним. То есть, ошибок может вообще не быть, может быть, одна ошибка, может быть, вплоть до m ошибок. Сейчас геометрически мы это изобразим. У меня, правда, место иссякло, но n я сотру. Вот у меня есть какое-то слово. Давайте я так вот, без ограничения общности, как говорят, нарисую. k единиц и n – k нулей. Так, друзья, давайте попробуем понять, что значит максимальное количество искажений m. Но искажения, как и прежде, это возможность заменить единичку на нолик, да? Или нолик на единичку? Да? Так, все ли присутствующие знают, что можно померить расстояние между двумя словами из нулей и единиц? Но даже если не знаете, это очень просто. Расстояние – это количество несовпадающих бит. Количество позиций, в которых у них стоят разные биты. То есть, вот это слово, например, и вот такое слово – 0, 1, тут еще одна единичка, и дальше все нули. Какое между ними расстояние будет в этих терминах? 2, правильно? То есть, вот у нас есть одна позиция, в которой они разнятся, и есть еще одна позиция, в которой они отличаются. То есть, вот между этими двумя словами расстояние 2. А искажений сколько мы разрешили при этом? Одно, правильно? То есть, мы на каждое слово совершили только одно искажение, а расстояние между ними уже будет 2. Так, я понятно выражаюсь в терминах расстояний? Можно, конечно, померить и евклиновое расстояние, то, что называется, но так это будет корень из двойки. То есть, разница между этим расстоянием и обычным, как мы его понимаем, только в том, что в обычном случае надо корень извлекать. Это называется расстояние Хемминга, известное в теории кодирования понятие расстояния Хемминга между двумя словами, количество позиций, в которых эти слова различаются, количество несовпадающих букв. Вот если у нас, опять-таки, есть какое-то слово, давайте я его так условно точкой изображу, как бы оно живет в некотором пространстве. Вот такое вот слово, у которого К единичек, Н минус К ноликов. Если я допускаю на это слово М искажений, давайте так, если я допускаю одно искажение, то на каком расстоянии будет от него отстоять то слово, которое произошло в результате искажения? Значит, если я искажаю один символ здесь, какое расстояние будет? Один, очевидно. А если два, то два, да? А если три, то три. Нарисовать это надо вот так. Это называется круг. Или шар. В этой науке как-то обычно употребляют слово шар. Но можно сказать и круг, конечно. То есть, да, вот круг с центром в нашем слове и радиуса равного М, радиуса в смысле Хеммингового расстояния. То есть, все слова, все кодовые слова, которые получаются из этого искажением не более, чем в М позициях, они находятся внутри этого шара или круга. Это правда? Можем проголосовать. Вдруг кто-то считает, что это неправда. Побеждать должна демократия всегда. Если все считают, что это неправда, да будет так. Но это на самом деле правда. Вот. Так как вы думаете, как теперь нам нужно с геометрической точки зрения строить наш код? Как нужно строить набор кодовых слов, так, чтобы даже при наличии не более чем М искажений на каждое слово, товарищ, получающий некоторое слово на выходе, мог всегда однозначно восстановить, из кого оно получено. Шарики не должны пересекаться. Прекрасно, да. То есть, надо рассматривать кодовые слова такие, что шарики с центрами в этих кодовых словах и радиуса М не пересекаются даже по своим сферам, то есть, по границе. Вот здесь вот общих точек быть не должно. Поэтому, когда вы знаете, что код устроен таким образом, и человек, принимающий сообщение, тоже об этом знает, он, естественно, всегда однозначно восстановит центр шара. То есть, он получил какое-то слово, он нарисовал вот эти шары, и он точно знает, что ровно в одном из этих шаров будет сидеть его слово, а значит, оно получено в точности из центра этого шара. Не гоню? Так, ну а в терминах пересечений все-таки. То есть, вот у нас задача про пьяниц ставилась так. Нам надо найти как можно больше троек, так, чтобы каждые две из них пересекались не больше, чем по одному общему элементу. Вот как должны быть устроены взаимные пересечения k-элементных множеств единиц тут и тут, вот здесь есть k-элементное множество единиц, и здесь есть k-элементное множество единиц у этого центра. Как они должны пересекаться, чтобы хемминговое расстояние между ними было не меньше, чем 2m, то есть, чтобы соответствующие шары действительно... Больше, чем 2m. Да, больше, строго, чем 2m. Правильно, да, больше, строго, чем 2m. Должно быть расстояние вот это вот, вот это расстояние должно быть строго больше, чем 2m. Тогда не будет общих точек даже на границе, на сферах этих шаров. Вот я еще раз задаю вопрос. Здесь тоже где-то стоят нолики, где-то стоят единички. Как вот это множество из единиц и вот это множество единиц должны пересекаться, чтобы расстояние между соответствующими кодовыми словами было точно строго больше, чем 2m? Не более, чем k-m-1. k-m-1, да? Сейчас мы это дело проверим. Ну, просто, чтобы это было понятно. Значит, утверждается, что надо, чтобы эти слова пересекались не больше, чем по k-m-1, да? То есть, эталонная картинка такая. Вот есть k единиц, вот есть k единиц. Тут у нас стоят нули, тут тоже какие-то нули, и тут тоже какие-то нули. Вот если эта часть имеет размер не больший, чем k-m-1, то хемминговое расстояние, как его вычислить? Здесь всего k единиц, значит, различающихся позиций, различающихся позиций не меньше, чем m плюс 1. Это вот здесь, не меньше, чем m плюс 1. Из k вычитаем вот эту верхнюю границу, k-m-1. И абсолютно симметрично здесь получаем не меньше, чем m плюс 1, поэтому суммарно имеем действительно не меньше, чем 2m плюс 2, и это строго больше, чем 2m, что, собственно, нам и хотелось. А если бы мы допустили здесь ровно m, то это было бы уже неприятностью, потому что дало бы ровно 2m, а нам это нельзя. То есть мы приходим к следующей задаче, абсолютно чисто комбинаторной, называется это наука экстремальная комбинаторика, или еще более красиво, теория гиперграфов. Я убежден, что все присутствующие знают, что такое граф. Не кто такой граф, как Лев Николаевич Толстой, а что такое граф, как математический объект. Вот в математике есть еще объект, который называется гиперграф, и я думаю, что некоторые могут не знать этого понятия, я его сейчас напомню. Но давайте сначала задачу поставим. Все-таки такая классическая задача теории кодирования. Абсолютно доступная, конечно, для понимания школьника, который достаточно продвинулся, ну так сказать, в уровне абстракции. То есть если этот школьник не тот, которому надо разжевывать, как решается квадратное уравнение, а тот, кто хочет куда-то продвинуться вперед, то он, конечно, вполне воспринимает то, что сейчас было рассказано, и даже способен исследовать на эту тему, как неоднократно показывал опыт. Значит, нас интересует вот такая величина H от NKL – это максимальное количество K элементных подмножеств N элементного множества, каждые два из которых пересекаются не больше, чем по L элементам. максимальное количество K элементных подмножеств N элементного множества, K элемента, каждые два из которых имеют не больше L общих элементов. Так, товарищи, значит, сейчас я бы точно проголосовал. Если я реально вас не кокнул, а у меня-то времени много сегодня, правда же? Слушайте, а сколько у меня времени? Кто у нас тут, Чермен? Мне казалось, что у меня полтора часа. Поэтому у меня есть еще время проболтать про эту задачу, и не только про гиперграфы, но что-нибудь еще сказать. Например, доказать что-нибудь. Но это вопрос к аудитории, насколько аудитория готова еще напрячься. Что еще напрячься, это выслушать некоторые доказательства. Или может даже вместе подумать над чем-то. Я утверждаю, что само определение понятно, да? То есть затравка про пьяниц, это было H от 33,1. Максимальное количество трехэлементных подмножеств тридцатиэлементного множества троек пьяниц, каждые два из которых пересекаются не больше, чем по одному элементу. Это в точности задача про пьяниц. Вот так она ставилась. И в общем случае нас интересует именно эта задача. Причем мы научились L выражать в терминах вот этого K и количество ошибок, которые происходят на канале связи. Это K минус M минус 1. Наша задача построить как можно больше кодовых слов, так, чтобы они исправляли соответствующее количество ошибок. Я утверждаю, что легко можно доказать некоторую теорему, которая оценивает эту величину H от NKL сверху. То есть которая говорит о том, что все-таки слишком большого кода построить нельзя. Значит, я сейчас напишу формулировку. А потом мы решим, доказывать или нет. Можно будет считать, что это упражнение. Если мы решим не доказывать, можно будет счесть, что это упражнение. Значит, я утверждаю, что это не больше, чем С из N по L плюс 1 поделить на С из K по L плюс 1. Но можно применить эту теорему для случая пьяниц, конечно. Значит, тут у нас получится С из 30 по 2 поделить на С из 3 всего лишь по 2. То есть на 3 С из 30 по 2 это сколько? Это 15 на 29. Это 435, да? То есть для H от 33.1 это 435 шестых. Ну, на самом деле, для этого случая, конечно, легко действительно рассмотреть упражнение и попробовать самостоятельно найти. С из 3 по 2 там же 140. Я что обсчитался? Вот это С из 3 по 2 нет? А, а это 3, да. А я почему-то на 6 поделил. Какой кошмар. Не знаю, почему. Натрий, конечно. Да, ну что-то такая вот граница у меня получилась. Ну, чего? Там точно как бы 140, слушай. Нет, ну, в смысле, поделите могу? Нет, нет, я понимаю. Я понимаю. Поделите. Поделить не получится. Поделить? Ну, поделить, по-моему, очень даже получится. Почему? Нет, в смысле, другое число получится. А, число другое получится. Слушайте, а я сейчас не могу сообразить сходу в уме. 140 это правдоподобно. Ну, типа, каждый из 14 парами может максимум. Значит, всего 30 на 14 и каждую тройку посчитали 3 раза. Да, ну. Это верхняя граница, а конструкция это? Почему нижняя оценка такая же? Почему 140 вы наберете? Как устроить безобразие так, чтобы оно продолжалось 140 дней? Верхняя граница наверняка, да, в этом месте может быть улучшена. Вот. Ну, это хорошая исследовательская задача. Слушайте, ну как? Конечно, она решенная. То есть, вот эта конкретная задача решена. Я сейчас не помню действительно правильный ответ, но она решена полностью. А вот удивительным образом, в общем случае, эта задача не решена. И не решена даже близко. Хорошее исследование для школьника, да? Вот задача не решена. Давайте пусть школьник поисследует. Нет, ну я чуть-чуть иронизирую, конечно, но эта ирония, она такой имеет оттенок. У меня есть бывший школьник, который одну проблему решил в этом месте. Так что всякое бывает, поверьте. Знаете, вот есть школьник, он уже не школьник, но он, будучи школьником, решил вот такие вот проблемы. Реально решал. То есть, они опубликованы в очень крутых журналах. Он продолжает, слава богу, этим заниматься. Мы его не кокнули тем, что он этим занимался, будучи школьником. Это тоже довольно большой успех. Сейчас в Оксфорде сидит некоторое время. Мы его туда отправили, пусть позанимается тоже. Так, ну я так понял, что я этого доказывать не буду. Давайте я лучше про гиперграф скажу. Ну и что такое граф? Граф все знают. Это пара, в которой вот это, это множество вершин, а вот это множество рёбер. Что такое ребро? Ребро – это просто некоторая пара вершин. Это, конечно, тоже все знают. Но вот гиперграф отличается от графа тем, что вместо пар вершин в качестве рёбер мы рассматриваем некоторые наборы, не обязательно состоящие из двух элементов. Некоторые подмножество, множество вершин. То есть, если я хочу говорить, что это у меня не граф, а гиперграф, то я предполагаю, что каждое ребро – это просто некоторое подмножество вершин, не обязательно состоящие из двух элементов. Конечно, если у гиперграфов все ребра состоят из двух элементов, то это обычный граф. И это неинтересно. Но как только хотя бы одно ребро гиперграфа образовано большим количеством вершин, нежели два, то все, вот это уже действительно гиперграф по существу. Хотя граф формально тоже гиперграфом является. Просто не очень интересно. Многих, кто впервые слышит об этом понятии, обычно он удивляет, а как это геометрически изображать? А действительно непонятно, как это изображать геометрически. Для графа это понятно, очень удобно, можно понарисовать точек и дальше ребра, это просто отрезки. Это все понимают. А для гиперграфа это какие-то такие вот штуковины. Люди, которые мыслят геометрически, они мне скажут, ну хорошо, это не отрезки, это треугольники, это, знаете, тетраэдры, симплексы в еще большей размерности. Но я не знаю, я, честно говоря, не очень люблю такую ассоциацию. Я действительно представляю себе в голове что-то вот такое, называю это сарделькой. Школьникам очень нравится. Вот это вот ребра, это просто сардельки. То есть такая вот есть ассоциация. Такие вот сардельки. Вот. Ну, на самом деле, не очень-то и важно себе представлять геометрическую природу этого объекта. Возникает он абсолютно естественным образом. И вот тот пример, который мы только что рассматривали, это задача, конечно, про гиперграф в чистом виде, потому что H от NKL можно сформулировать так. Значит, давайте скажем, что гиперграф K однородный, гиперграф называется K однородным, гиперграф K однородный, если для любого А из Е, то есть для любого его ребра, количество вершин в нем равняется K. Если мощность каждого ребра, как множество вершин, равняется K, то мы говорим, что гиперграф является K однородным. Тогда я даже писать не буду, наверное, но в этих терминах, что такое H от NKL? Это максимальное количество ребер сарделек, да? В K однородном, в K однородном гиперграфе на N вершинах, максимальное количество ребер, в K однородном гиперграфе на N вершинах, с условием, что каждые два ребра имеют не больше, чем L общих вершин, то есть каждые две сардельки не слишком сильно пересекаются между собой внутри своей кастрюльки. Кастрюлька – это множество вершин. Ну, просто вот такая тоже удобная терминология, которая позволяет работать с этой задачей. Гиперграфами в мире сейчас очень много кто занимается, и про них есть масса-масса очень красивых задач. Я могу вам сказать, между прочим, что сделал школьник к вопросу ООО. Интересно узнать, что сделал школьник? Сейчас скажу. Это была прямо вот исследовательская задача, такой проект. Значит, давайте вот это H заменим еще одной величиной M от NKL. Я сейчас прямо честно все-таки напишу. это максимальное число ребер в K-однородном гиперграфе на N вершинах, в K-однородном гиперграфе на N вершинах, с условием, что никакие два ребра не имеют ровно L общих элементов. не имеют ровно L общих элементов. Общих вершин. Давайте не элементов, а вершин. Общих вершин. так, M отличается от H. В случае H мы требуем, чтобы каждые два ребра пересекались не больше чем, не больше чем пока общим элементом, не больше чем. А здесь мы требуем, чтобы они как угодно пересекались, но только не по L. Вот ровно по L нельзя. Можно меньше, чем по L, можно больше, чем по L, но вот ровно по L нельзя. Это другая величина. И она не связана с кодами, исправляющими ошибки напрямую, но она играет очень значимую роль, в том числе при отыскании вот этой вот классической величины с кодами. Так вот, ее тоже очень при многих значениях N, K, L человечество не знает. И в рамках проекта было предложено, как переоткрыть известные результаты о том, чему равняется или как ограничена сверху-снизу вот эта величина при некоторых значениях K, L, так и попробовать что-то сделать новое по сравнению с тем, что человечеству уже известно. Школьнику удалось найти асимптотику для вот такой величины. Это не было известно ранее. Это опубликовано в очень хорошем журнале. Асимптотику, ну то есть найти некую явную функцию F от N, там N квадрат на 4 кажется, или N квадрат наше, сейчас наизусть не помню, такую, что если вы реальную величину на нее поделите, то при N стремящемся к бесконечности получится единица. То есть с точностью там до каких-то бесконечно малых главный член вот этого выражения найден. И это сделано как раз товарищем, который на тот момент еще был школьником в рамках некоего большого проекта, который как раз школьникам и предлагался. Так что вот такие задачи берутся. Слушайте, я проговорил про этот вопрос ровно 45 минут. Это означает, что я могу еще одному вопросу попробовать еще 45 минут посвятить. Есть ли какие-нибудь вопросы по вот этим задачам? Проект, кстати, он открыт совершенно, я могу его предоставить. Когда-то он предлагался на летней конференции турнира городов. Мною, собственно, и предлагался. Но интересно, что школьник решал его не на ЛКТГ, а позже он его раскопал в интернете самостоятельно и стал решать. Ну, я к этому делу подключился, мы с ним были знакомы. И как-то, в общем, дело пошло очень успешно. Так, вопросов нет. Тогда я сейчас еще одну задачку экстремальной комбинаторики расскажу. Значит, я надеюсь, что вы не воспринимаете выражение экстремальная комбинаторика как нечто, из-за чего у вас сейчас все вообще развалится. Это что-то экстремальное. Мы сейчас погибнем все, разбираясь в этих дебрях. Экстремальная, экстремистская. Ну да, то есть она экстремальная в том смысле, что мы ищем какие-то максимумы или минимумы. То есть она экстремальная ровно потому, что здесь написано слово «макс». Мы ищем экстремум некоторой задачи комбинаторной. Максимальное значение какого-то объекта, количество ребер в гиперграфе, например. Сейчас будет похожая задача, но совершенно другая. в том числе по методам, которые в ней используются. Она совершенно другая. И она тоже крайне интересна и важна в нашем современном мире, в том числе с точки зрения приложений. Приложения тут есть везде. Я, может быть, вот так попробую сказать. Наверное, каждый из присутствующих знает, что такое двудольный граф. Правда же? Двудольный граф, у него есть две доли, а ребра идут только между ними. Классический пример домики и колодца, когда граф нельзя изобразить так, чтобы никакие ребра не пересекались вне вершин. К3-3, полный двудольный граф с долями размера 3,3 соответственно. Вот я сейчас хочу с вами попробовать пообсуждать двудольные виноват гиперграфы. Так. Для этого я сейчас сформулирую опять школьную задачу, но без пьяниц на сей раз. Значит, задача. Нет, я, конечно, могу ее сформулировать в терминах пьяниц, это может быть даже позабавит публику, хотя никогда мне это в голову не приходило, просто есть 30 школьников. Обычно я рассказываю, что есть 30 школьников, но я могу начать, есть 30 пьяниц. Значит, из этих школьников, тут немножко по-другому все устроено, из этих школьников мы собрали некоторые группы, организовали. Ну, например, провели олимпиаду по чистой комбинаторике среди этих 30 школьников и отобрали пятерых лучших по результатам этой олимпиады. Значит, 30 школьников, из них есть 5 условно лучших по комбинаторике, 5 условно лучших по геометрии, ну и так далее. То есть мы взяли 15 на самом деле предметов, это многовато, наверное, с практической точки зрения, уже скорее всего мы с вами просто не придумаем 15 предметов, но если добавить там какую-нибудь историю, английский язык, то может и получится. Я хочу 15, вот эта задача так ставится. То есть можно не 15, может, конечно, 10, можно 25, но давайте начнем с 15, просто чтобы затравка была. Значит, мы отобрали 15 групп по 5 человек в каждой. И они не пересекаются. Ну, это странное замечание, потому что всего 30 человек, как бы это они не пересекались. Нет, они безусловно пересекаются, но фиг знает как. То есть может быть 6 из них, например, попарно не пересекающихся, вот это может быть вполне. Но следующее с каждой уже будет, или с какой-то из них точно будет пересекаться. Так что, ну вот, есть какая-то мешанина из этих пятерок. Вот так все и представляете. Кастрюлька, в ней 15 сарделек, по 5 элементов в каждой. Вот они там как-то друг на друга замешаны, да? Эти сардельки как-то друг на друга налезают хитро. Но мы не знаем априори, как они будут налезать. То есть это может и так, и сяк получиться. У нас есть 30 школьников, есть 15 предметов. Мы же заранее понятия не имеем, какие именно пятерки лучших там образуются. В конце концов, мы не знаем. Вообще, вариантов собрать 15 пятерок из 30 школьников огромное ведь количество, правда? А полностью совпадающий куриный геометр? Нет, ну, с точки зрения постановки задачи, кажется, что могут быть, потому что, ну, а почему бы лучшим комбинаторщиком не оказаться просто одновременно лучшими геометрами? Другое дело, что я сейчас буду ставить окончательно задачу, и вот в задаче будет как раз хорошо, если они все совпадают. Плохо, если они хитрее как-то друг относительно друга расположены. Так вот, значит, задача такая, всегда ли, вопрос вернее, всегда ли, всегда ли, в смысле вот этого многообразия возможностей распределения по пятеркам, всегда ли можно рассадить школьников по двум аудиториям чтобы в каждой аудитории присутствовало не пустое множество из каждой пятерки, чтобы в каждой аудитории были представители каждой пятерки По двум аудиториям, чтобы в каждой из этих двух аудиторий были представители каждой из пятерок. То есть так вот разрезать эту кастрюлю с сардельками так, чтобы каждая сарделька еще разрезалась, понимаете? Вроде один раз рубануть, но так, чтобы все сардельки развалились на непустые части. Так, по двум аудиториям, чтобы в каждой аудитории были представители каждой из пятерок. Вообще, эту задачу я очень люблю, потому что она еще и методически во многом подводит к тому, как мотивировать появление вероятности в комбинаторике. Вообще, про вероятность рассказывать. Значит, решение этой задачи само по себе не предполагает, конечно, использование вероятности. Можно это сделать чисто из общих соображений. Может быть, кто-нибудь догадывается из каких. Значит, ответ-то какой, кстати? Всегда можно или иногда нельзя? То есть, если всегда можно, надо как-то доказывать, что можно всегда. А если иногда нельзя, то надо просто привести пример из пятнадцати пятерок, который так разбить не удастся. То есть, как не режь исходное множество из тридцати элементов, ну, не школьников, конечно, мы режем, а множество школьников, все хорошо. Никаких дикостей мы не совершаем. Как не разбиваем множество из тридцати элементов, но найдется пятерка, которая целиком окажется в одной части разбиения. Тогда ответ нет, если такой пример существует. Если мы такого примера привести не можем, то, наверное, ответ да. Но тогда надо доказать, почему. Перебором это сдохнуть. Ну, С из тридцати по пять, там, в какой-то пятнадцатой степени, это умереть. Никакой комп вам не переберет. Компьютер, в смысле. Не справится. Наверное, даже квантовый не справится, когда его сделают. Это в очередной раз к вопросу о торжестве именно математики, а не только прикладных вещей. Строится? Не, не строится. Значит, здесь можно доказать, и я сейчас это сделаю. Это будет, я думаю, понятно абсолютно всем, что всегда, как бы эти пятерки не расположились, мы можем разбить на две части множество из тридцати школьников, рассадить по двум аудиториям, так, чтобы и в одной аудитории, и в другой аудитории были не пустые множество комбинаторчиков, геометров и так далее, так по всем пятнадцати предметам. Так, доказываю теорему. Ответ на вопрос «да», чтобы точно было понятно. И я доказываю, что этот ответ правильный. Значит, коротко, гениальное соображение. Давайте посчитаем, сколько есть всего рассадок, вообще всех возможных. А потом посчитаем количество тех рассадок, которые нам не помогают, то есть в которых есть хотя бы одна пятерка, целиком сидящая внутри одной аудитории. Считаем количество всех, считаем количество вот этих плохих. Так если плохих меньше, чем всех, значит, есть хотя бы одна хорошая. Вот сейчас мы убедимся, что плохих меньше, чем всех. Так, вопрос к аудитории. Сколько всего есть способов рассадить 30 школьников по двум аудиториям? Две аудитории и 30 школьников. Два в тридцатый, конечно, да. Ну, я ничего не отбрасываю, я не отбрасываю пустые. То есть пусть будет два в тридцатый. Не, ну аудитории, давайте считать, что занумерованные, так проще считать. Значит, два в тридцатой степени рассадок. Это простейшее правило умножения, да, то есть мы для каждого школьника имеем две возможности. Посадить его в аудиторию номер один или посадить его в аудиторию номер два. Поскольку школьников 30, мы эту двойку саму на себя умножаем 30 раз, получаем два в тридцатой степени различных вариантов, как их можно рассадить по этим двум занумерованным аудиториям. Теперь, вот если мы возьмем комбинаторщиков лучших, сколько есть способов среди вот этих два в тридцатой степени, вот сколько среди них таких способов, при которых комбинаторщики сидят в одной аудитории, им не повезло, они не разрезались. Вот правильно, два в двадцать шестой. Значит, два в двадцать шестой у нас нумерованные аудитории. Мы можем этих пятерых комбинаторщиков посадить в первую аудиторию, а можем их же посадить во вторую аудиторию. Два варианта, да? Гоню. А двадцать пять как угодно, правильно? Пятерых я посадил одним из двух способов, либо целиком в первую аудиторию, либо целиком во вторую, а остальных двадцать пять по правилу умножения два в двадцать пятой. То есть вот это два в двадцать шестой, это два умножить на два в двадцать пятой. Два варианта рассадить пятерых комбинаторщиков и два в двадцать пятой степени добавить к ним кого угодно. Так, я понятно вот это сказал, да? Ну, вроде бы понятно теперь, почему 15. Значит, но совсем аккуратно надо сказать все-таки, да? Вот смотрите, есть 2 в 26 степени рассадок комбинаторщиков. Очевидно, есть столько же вредоносных рассадок геометров. Но множество вредоносных рассадок пересекаются. Ну, например, всех можно посадить просто в одну аудиторию. Тогда и множество из 2 в 26 степени рассадок комбинаторщиков включает в себя эту рассадку. И такое же множество для геометров включает в себя эту рассадку. То есть все вот эти множества пересекаются. Вот это я понятно сказал. Есть 2 в 26 степени плохих способов посадить комбинаторщиков. Есть столько же 2 в 26 степени плохих способов посадить геометров и так далее. Но сами эти множество способов, они пересекаются. Поэтому количество всех плохих способов, оно не в точности равно 15 умножить на 2 в 26, а оно меньше строго, чем 15 умножить на 2 в 26. Тогда и для 16 тоже сработает. Тогда и для 16 тоже сработает, да. Да, то есть можно здесь 16 написать. Про это я сейчас скажу. Значит, сейчас я напишу. Так, сейчас я это напишу. Значит, количество рассадок, при которых хотя бы одна пятерка не разрезалась, то есть сидит целиком в одной аудитории, не разрезалась, ну, не превосходит или даже строго меньше, чем 2 в 26 умножить на 15. И вот это уж точно строго меньше, чем 2 в 30 степени. То есть количество вредных рассадок строго меньше, чем количество всех рассадок. Значит, точно существуют рассадки, при которых ни одна пятерка целиком в одной аудитории не сидит, а стало быть, каждая пятерка разрезается, как нам и хотелось. Слушайте, ну как? Нормально, понятно, да? То есть видно, что в рамках этого метода действительно можно дотянуть не до 15, а до 16, потому что здесь на самом деле строго меньше, все-все-все эти пятерки пересекаются, пересекаются они по одной рассадке, в которой, ну, просто мы по-глупому всех, даже по двум, всех запихнули либо в первую, либо во вторую аудиторию, поэтому здесь можно поставить знак строго меньше, ну и, соответственно, 15 спокойно заменить на 16, тоже все будет верно. Но дальше возникает вопрос, хорошо, а для 17? Может, верно, а может, нет, да? Понимаете, дальше-то что получается? Может, мы вообще дураки, что используем такой подход? Может, есть какой-то другой подход, который позволяет решить эту задачу куда эффективнее? Может быть, вообще можно утверждать, что здесь любое число, какое ни поставь, а такая рассадка возможна? А вот, кстати, а это глупость, я сейчас сказал, 5 мы зафиксировали, да, 30 мы тоже сейчас зафиксировали, хотя это не важно. Кстати, очень важное замечание. Видно, что в рамках подхода, который мы с вами только что разобрали, 30 никакой роли не играет. Сам подход никак 30 не использует. Ну, понятно, что если бы было 40, здесь было бы 2 в 36 степени, но отношение 2 в 36 к 2 в 40 такое же точно, как 2 в 26 к 2 в 30. Это и есть вероятность. Почему я про вероятностный метод-то говорил? Берем случайную раскраску и считаем вероятность, с которой она не такая, как нам нужно. Эта вероятность оказывается меньше единицы, поэтому с положительной вероятностью случается то, что хорошо. Вот, ну, бог с ней даже пока что с вероятностью. Видно, что 30 не играет роли в рамках метода, но все-таки, может быть, действительно мы глупость сделали, и можно было здесь написать не 16, а 1000, миллион, что хотите, и все равно все будет верно. Зря старались. Ну, нет, конечно, есть прекрасный пример. Для 25, наверное. Если приведете для 25, будет круто. Я боюсь, что не получится сходу. Я даже думаю, что точно... Что? А вы придумали пример для 25? Это только кажется. Я боюсь, что нет, 25 здесь не получится. По-моему, это даже неизвестно, чтобы это было 25. Это, по-моему, точно больше, чем 25. Сейчас я вам скажу. Пример вот такой. Так, друзья, сейчас пример приведу. Значит, давайте использовать даже не 30 человек. У нас их 30. А давайте воспользуемся только 9 из них. А остальные по боку. Они все дубки такие. Они ни комбинаторики не знают, ни геометрии, ничего. Там пятерок вообще нет. Давайте используем первых девятерых. Условно назовем их 1, 2 и так далее 9. Но зато уж их используем по полной. По полной это значит, что мы рассмотрим все возможные пятерки, которые можно составить из этих девяти человек. Вообще все их с девяти по пять. Так, это понятно, да? Все возможные пятерки, их с девяти по пять. Теперь тривиально, товарищи. Давайте попробуем вот это множество из девяти человек рассадить по двум аудиториям. Как угодно. Но ясно, что как бы мы ни старались, в одной аудитории будет пять человек хотя бы. Девять всего по двум аудиториям. Но ясно, что в одной будет хотя бы пять. Все, они образуют пятерку и не судьба. У нас же все пятерки используют. Понятно? Мы используем все пятерки. Поэтому если мы как-то разбили девятерых на две части, у нас кто-то, какие-то пятеро сидят в одной части. А эти пятеро присутствуют среди вот этих вот с девяти по пять. И значит портят картину, потому что не разрезались. Сидят в одной аудитории. И тут как ни крути, как ни разбивай на две части, в одну аудиторию впадут какие-то пять человек, а может и больше пятерок. Понятно, сказал? Ну, ц из девяти по пять это сто двадцать шесть. Это несколько больше, чем двадцать пять. Я боюсь, что я сходу прямо лучшего примера не приведу. Есть вероятностная же оценка, но это я сейчас вас грузить не буду, которая лучше в общем случае, чем та, которую мы сейчас предъявили. Ну, в общем, получается, что для шестнадцати верно ответ да, а начиная со ста двадцати шести ответ нет. Потому что есть вот конкретный пример ситуации, когда нет, нельзя так разбить. Ну, я думаю, все понимают, что если до шестнадцати да, начиная со ста двадцати шести нет, то на самом деле где-то есть точная граница, начиная с которой нет, а вплоть до которой да. Но вот вопрос отыскания этой точной границы в общем случае – это одна из классических проблем современной экстремальной комбинаторики. Она же, товарищи, теория гиперграфов. Ну, потому что вы понимаете, тридцать школьников – это опять вершины гиперграфа, пятерки – это ребра, то есть это пять однородных гиперграфов на тридцати вершинах. А при чем здесь двудольность? Помните, я говорил про двудольные графы? При чем здесь двудольность? Ну, два кабинета, да. То есть мы разбиваем множество вершин гиперграфа на две части, как и у графа двудольного. Там же множество вершин распадается на два куска, на две непересекающиеся части. И здесь мы тоже берем и множество исходных вершин разбиваем на две части, так, чтобы каждое ребро нетривиально разрезалось, проходило между ними. Каждое ребро проходило между ними. Понимаете, друзья? То есть это в точности задача о том, с каким минимальным количеством ребер… Ну, давайте я это напишу, это на слух трудно воспринять, сейчас я напишу. Формально пишется вот так. М от Н – это минимальное количество ребер в Н-однородном гиперграфии. Давайте так, в Н-однородном, не двудольном гиперграфии. Не двудольном гиперграфии. То есть вот если еще раз сюда смотреть, мы знаем, что если в 5-однородном гиперграфии 126 ребер, то вот пример не двудольного такого гиперграфа. То есть М от 5 не превосходит 126, согласно вот этому результату, этому примеру. Мы можем привести пример 5-однородного гиперграфа, который не является двудольным. Никак нельзя разрезать его множество вершин на две части, так, чтобы каждое ребро проходило между этими частями. Поэтому М от 5 не превосходит 126. В то же время мы знаем, что М от 5 больше строго 16, ну или, если хотите, больше либо равно 17. То есть у любого 5-однородного гиперграфа с 16 ребрами имеет место двудольность, его множество вершин распадается на две части. Сейчас понятно определение, а то оно может вызывать какие-то трудности, но вот заметьте, что я в этом определении избавился от количества вершин. То есть мне как и было в рамках метода, так и здесь в определении на 30 на чхать. 30 меня не волнует. Сколько вершин у гиперграфа, мне не важно. Сколько тут будет вершин? 9, 30, 1000, мне все равно. И вот здесь тоже все равно. Любой гиперграф с таким количеством ребер красится в два цвета, то есть разбивается множество вершин на две части. Пуф. Так. Что известно? Я думаю, что легко сообразить, что m от n, конечно, всегда больше либо равно 2 в n минус 1 плюс 1. Вот 2 в 4 плюс 1 это 16. Рассуждение абсолютно то же самое. Считаем количество всех рассадок или разбиений. Считаем количество плохих, сравниваем, получаем то, что нужно. Как обобщается вот эта оценка? m от n, чего не больше, в общем случае. c из 2n минус 1 по n. Совершенно верно, да, c из 2n минус 1 по n. Я думаю, все присутствующие понимают, что вот эта вот величина мало отличается от 4 в степени n. Это, если мы просуммируем по строчке треугольника Паскаля, да, с вот таким номером, то в сумме получится 2 в степени 2n минус 1. Правильно? Сумма всех чисел сочетания это 2 в степени 2n минус 1. Но при этом это самое большое в строчке. Их растут до сюда, потом падают. Поэтому, в общем, если я это оценю как 4 в степени n, то я сильно не отступлю от истины. Реально? Там надо какую-нибудь формулу стирлинга писать для факториалов? Какой-то корень из n в знаменателе вылезет? Да наплевать. Наплевать, потому что нижняя оценка 2 в n примерно, а верхняя 4 в n. Это ужасно. Зазорище. Не решилась как-то вот задача, да, сходу? На скоком. Сейчас скажу. Значит, сейчас известно Вот такая вот оценка снизу. Но это надо уже воспринимать как на вырост, конечно. То есть я ничего доказывать не буду, но там круто. Значит, оценка вот такая снизу. 0,17 на корень из n поделить на натуральный логарифм n и на 2 в n-ной степени. То есть, глядя на вот эту верхнюю оценку и вспоминая мои рассуждения про то, что пофиг на корень из n, вы должны сказать, а что я тут так стараюсь? И правильно скажете, потому что мне надо было начинать с улучшения этой оценки. Самая лучшая верхняя оценка, которая сейчас известна, она гораздо лучше. Выглядит она вот так. Некоторая функция, стремящаяся к нулю, при n стремящемся к бесконечности. А здесь вот так. e логарифм натуральной двойки поделить на 4 умножить на 2 в степени n. Ой, ужас какой, на n квадрат. Самое главное забыл. Значит, самое главное, это то, что сейчас люди нашли правильную экспоненту, и она совпадает с той, которая в нижней оценке. В нашей с вами только что полученной нижней оценке. Экспонента та же самая. Но люди научились немножко ее подкручивать, и это крайне нетривиальная штука, которая требует весьма продвинутой вероятностной техники. Вероятностной, причем именно вероятностной. Верхняя оценка – это тоже не явная конструкция, а некий вероятностный метод. То есть берется случайный гиперграф, и доказывается, что с положительной вероятностью вот на таком количестве ребер он уже не красится. Ну так, в общем, это требует усилий, чтобы доказать. Но зазор сохраняется. Здесь корень из n, здесь n квадрат, но константы – это уже какие-то мелочи. Это второго порядка значимо. Вот это самые лучшие оценки, которые сейчас в этой задаче известны. Людей по-прежнему будоражит вопрос, а какая на самом деле асимптотика величины m от n. К вопросу о школьниках. Значит, асимптотику мы не знаем. Но к вопросу о школьниках. Это, правда, уже давно было. Товарищ, который когда-то был школьником и начал заниматься этой задачей, сейчас уже год как кандидат наук, защитившийся в Санкт-Петербурге, наверное, 1 июня прошлого года. Под моим совместно с Федором Петровым руководством. Есть такой замечательный математик Федя Петров, который недавно докторскую сам защитил. В декабре, кажется, прошлого года. А в июне прошлого года у нас защитился вот такой вот совместный ученик, который когда-то еще к нам приезжал на школу комбинаторика и алгоритмы, когда был школьником. И я его тогда вот этой задачей увлек. И он сделал довольно много. В частности, он особенно прославился. Этот результат был опубликован, но это он уже был студентом тогда. Передоказав вот эту вот известную до него оценку, там история такая. В 2002 году эту оценку доказали 2 индуса. Радхакришнан. К протерял. Кришнан. И Сренивасан. Доказали довольно сложным вероятностным алгоритмом. В 2013 или 2014 году это дело было. В общем, тоже было летом, тоже в окрестности школы комбинаторика и алгоритмы в Бериндеевых полянах. Вот он как раз, мой ученичок-то, объявил, что он может это передоказать с помощью совершенно другого подхода. И оказалось, что действительно этот подход очень плодотворный. И вот статья, которая этому была посвящена, она опубликована в одном из лучших журналов по вероятностным алгоритмам в мире. В очень крутом журнале. Так что, в принципе, мало того, что это можно, конечно, рассказывать школьникам, потому что до определенной степени понятно, мало того, что тут есть некий элемент, за которым следует понимание того, откуда берется вероятностный метод. И если подробнее рассказывать, тут вероятность, она прямо выплывает, очень естественно. И про вероятность на примерах этой задачи очень красиво можно рассказывать. И я это делал, у меня есть на Курсере курс, в котором так это сделано. Но вот оказывается, что они еще и потом способны получать результат такого мирового уровня. Школьнички-то наши. Вот, товарищи. Слушайте, у меня еще целых 15 минут, что ли? Что-нибудь доказать. Я две задачи рассказал. Мне кажется, а, во, я знаю, что еще надо сказать. Вопрос на понимание. Ужасный. Чему равняется м от двух? Два однородный гиперграф, это граф. Каково минимальное количество в ребер в графе, который не является двудольным? Минимальное количество ребер в недвудольном графе. Когда существует недвудольный граф с таким количеством ребер. Но ответ-то очевидный. Ответ, конечно, 3. И это просто треугольник. Треугольник, конечно, не является двудольным графом. В то же время, любой граф с двумя ребрами, он, конечно, красится в два цвета, является двудольным. Если вы возьмете любой двухреберный граф, это либо вот такая штука, либо вот такая. Понятно, что и тут есть две доли, и тут есть две доли. То есть, для двух ребер всегда все в порядке. А вот уже для трех бывает так, что потребуется три доли. То есть, он двудольным, вот этот треугольник не является. Поэтому М от двойки равняется тройке. И очень хорошее упражнение и для школьников, и для присутствующих здесь товарищей. Но не сейчас, конечно. На дом чему равняется М от тройки? Это можно сделать руками. Но это уже требует усилий. Я не буду подсказывать ответ. Может быть, кто-нибудь захочет, правда, подумать. А скажу про М от четырех. Дело в том, что М от четырех посчитали аккуратно, буквально несколько лет назад, и сделали это только с помощью компьютера. То есть, никакого по-настоящему красивого, не требующего компьютерного перебора доказательства того, что М от четверки чему-то равно, до сих пор не придумано. Насколько я помню, равно на двадцать три. Тут мне не жалко подсказать, потому что никакого особого интереса в том, чтобы давать вам такое упражнение, я не усматриваю. Ну, что это за упражнение, до которого там сорок лет шли. До решения, которому сорок лет шли. Вот, М от пятерки, то, с чего мы начали, неизвестно. Там есть какие-то оценки сверху и снизу, лучшие, нежели вот эти вот, лучшие, чем вот эти. Но они все равно ужасные, между ними там какой-то зазор порядка пары десятков. Я его не помню. То есть, М от пяти не найдено. Неизвестно, чему оно равно. Тоже вот такая вот удивительная, интересная, конечно, на мой взгляд, история. Понятная школьнику, безумно красивая задача. Ее можно выражать не в терминах двудольности, а в терминах раскраски. Красим вершины графа в два цвета, так, чтобы каждое ребро было не одноцветным. Фактически то же самое. Хроматическое число возникает. Графа, гиперграфа. Возникает масса вопросов. Хорошо, а что, если мы хотим, чтобы граф был не двудольным, а трехдольным, четырехдольным. То есть, с хроматическим числом 3, 4 и так далее. И это еще менее решенные задачи. И там масса, масса очень интересных вопросов, методов и всего такого, что тут используется. Все. Закончил за час двадцать, а не за полтора, ну и закончил. Может, кто-нибудь, кого я еще не кокнул, захочет какой-нибудь вопрос задать. Спасибо. Я, может, прослушал. А вот по второй задаче, это где-то сейчас уже применяется подобная вещь на практике? Само значение не применяется никак, а вот методы, которые позволяют его получить, применяются, да. Вот разные методы, которые там возникают, связанные с раскрасками. Там есть некоторые вариации на тему этой задачи, которые опять выводят на теорию кодирования, например. Там есть связь с матрицами Адамара. Удивительная совершенно. Но про это довольно долго рассказывать. Хотя нет, довольно быстро можно сказать так. Вот здесь мы добивались того, чтобы каждое ребро было не одноцветным, фактически. А можем пытаться добиться того, чтобы в каждом ребре было примерно поровну каждого из цветов. Чтобы оно было двухцветным, и при этом количество вершин первого и количество вершин второго цветов в нем отличались мало. Такая задача об уклонении, это называется, о дискрипансе. И вот эта задача о дискрипансе очень тесно связана с матрицами Адамара, которые уже дальше там в теории кодирования где угодно. Но так, скорее опосредованно. То есть само значение интересно просто вот как знание о том, как устроена Вселенная. Само значение пока непонятно, для чего бы нужно было. С другой стороны, я еще кое-что отмечу. Когда я утверждаю, что какой-то результат получен вероятностным методом, фактически я подчеркиваю тот факт, что у меня нет алгоритма построения конкретного объекта. То есть я лишь доказываю, что этот объект существует. А в этом случае практическое значение оказывается опять под вопросом. Потому что да, мы знаем, что объект существует, но по-прежнему не понимаем, как его искать. Хорошо, что знаем. Значит, по крайней мере, понимаем, к чему стремиться в рамках алгоритмов. Но это зачастую оказывается безумно трудным вопросом. И вот, между прочим, вот эта верхняя оценка, которая здесь получена, как я говорил, она получена с помощью вероятности. Так вот, очень долгие годы люди пытались построить гиперграф с таким количеством ребер, чтобы он тоже не красился в два цвета, чтобы он не был двудольным. И только буквально два года назад построили гиперграф, но там верхняя оценка 2 в степени n плюс o большое от какой-то там n в степени 2 третьих, что ли. В общем, гораздо хуже все равно. Это близко к 2 в степени n. Тут мелочь какая-то n в степени 2 третьих. Но это не 2 в степени n квадрат, это 2 в степени n на что-то все-таки весьма быстро растущее. То есть, буквально два года назад вот это придумали, и это тоже все-таки довольно далеко от того, что известно с помощью вероятности. Так что тут очень интересно еще вот этот алгоритмический вопрос остается. И это поэтому волнует компьютер-сайентистов. Для компьютер-сайенс такой важный вопрос, а всегда ли, если что-то можно сделать вероятностным методом, это что-то можно, как они выражаются, дерандомизировать? Ну, а не мы. Я тоже себя причисляю в какой-то степени к компьютер-сайентистам. В общем, дерандомизировать, это значит придумать алгоритм, который быстро бы строил тот объект, существование которого мы вероятностным методом доказали. И это, в общем, далеко не всегда известно. Например, для почти любого графа очень легко проверить, изоморфен ли он почти любому другому. Ну, то есть, вот с вероятностью единицы капнули на вас два графа, вы проверите, конечно, что они изоморфны или не изоморфны. Есть соответствующие алгоритмы. Но для любых двух это великая проблема. Так, ну поскольку я сам себе чермен... А, нет, вот вопрос. Посмотрите, посмотрите на его замечание. Там одно время прошел какой-то информационный такой... Это оказалось не подтвердить, что некто Бабай нашел. Бабай нашел квазипалиномиальный алгоритм в том смысле, что сложность его оценивается как 2 в степени лог n в степени c. И это подтверждено, это правильный результат. Но вот c на единичку заменить не удается. Это очень хорошая скорость, но она все-таки больше любого многочлена. Бабай, да, это сделал. И, кстати, Бабай же и придумал в 80-м году один из вероятностных алгоритмов. А как фамилии вашего ученика, который вы скрываете? Значит, в первой задаче ученика зовут Дима Захаров. Он заканчивал 179-ю школу, сейчас на матфаке в Ше. А тот, который уже защитил кандидатскую, Данила Черкашин. Работает и у меня в лаборатории на физтехе, и у себя там в Санкт-Петербурге. И живет в Санкт-Петербурге, но сотрудничает с нами. Ну, а Дима Захаров хоть и учится в другом месте, нежели то, которое я, естественно, всюду и всегда пропагандирую, из тех лучших. Это же понятно. Но он с нами все равно тесно связан. Я тоже его сейчас взял в лабораторию, чтобы как раз отправить в командировку в Оксфорд. Отправили. Сейчас они там. Так, коллеги, если нет больше вопросов... Ну да, я как раз хотел сказать, что поскольку я сам Сетчермен, то можно... А тут как раз Давидович подошел. Да.